здравствуйте с вами выпуск активистских новостей команды активатики к сожалению наша с вами госдура приняла таки в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста ну что сказать голосовали за него 72 процента депутатов исключительно из партии единая россия но надо сказать что к чести вот других депутатов из других партий они проголосовали против этого законопроекта реакция общественная совершенно замечательно в десятках российских городов проходят совершенно разные по формату и одинаковые по содержанию акции против повышения пенсионного возраста и одна из таких акций прошла в закрытом городе радужной во владимирской области чем интересна эта акция а тем что ее подготовил школьник отличная у нас с вами смена растет его зовут виталий александров он уже принимал участие во всевозможных митингах прогулках виталия не очень простая жизнь потому что с января этого года он уже стоит на учете в правоохранительных органах за распространение листовок о забастовке избирателей и узнав о том что собирается еще и митинг организовать инспектор по делам совершеннолетних тут же провела беседу и с виталием и с его родителями о продлении срок надзора а местная фсб она что сделал она постаралась не допустить на этот митинг закрытый город радужной людей из других городов и людям например из владимира просто аннулировали специальные пропуска для того чтобы они не могли приехать и поддержать людей которые собрались на митинг в радужном еще администрация сделала такую гадость они на площади на торговой площади где собирались люди проводить митинг решили организовать свое мероприятие ну какой там городской праздник вот такой вот пир во время чумы фсбшники тоже не дремали они изо всех сил прессовали активистов они пытались их запугать и проводить так называемые профилактические беседы но ничего у них не вышло люди все равно собрались на митинг но не подкачал и петербург он свою репутацию города колыбели революция совершенно четко держат и 16 июля прошла потрясающая акция красная карточка пенсионной реформе это была акция совершенно замечательная тем что во-первых она была не санкционированная как вы понимаете в россии это вообще двойной риск приходить на несанкционированные акции и туда пришло просто вот ну сотни людей на эту акцию десятки из них были задержаны а в том числе среди задержанных оказался и сын знаменитого поэта галича епископ православной апостольской церкви отец григорий а у офиса единой россии на коногвардейском бульваре в петербурге кто-то посадил скелет с надписью дождался пенсии со значком я люблю нагреть его вот такая креативная акция в петербурге в коме в ижме состоялся митинг на который пришло более 200 человек как вы понимаете для ижмы это очень серьезная цифра протестующих участники возмущались как можно повышать пенсионный возраст до 65 лет если средняя продолжительность жизни мужчин в коме всего 53 года и к протесту против пенсионные реформы в коме а добавилось еще и возмущение тем что растет ндс растут цены на бензин и также в коме недовольство национальной политикой путинской политикой против национальных языков ну похоже лихие 90-е возвращаются в россию потому что опять начинаются забастовки шахтеров которые вынуждены даже голодать чтобы добиться выплат своей зарплаты более 60 работников доросунского рудника в забайкальском крае забаррикадировались здание администрации золото добывающего предприятия урюмкан и объявили бессрочную голодовку и причина у них на это очень серьезная дело в том что с мая этого месяца они получали получили зарплату один раз она составила одна тысяча триста сорок рублей и вот с тех пор посчитайте сколько месяцев прошло с мая не больше ничего не получали понятно почему люди доведены до отчаяния почему они вообще вынуждены были забаррикадироваться в здании администрации пойти на такие крайние меры вот как неудивительно местная администрация поддержала шахтеров вот что сказал глава вершина доросунского александр окладников я лично поддерживаю рабочих три месяца это срок большой превыше превышает все мыслимые немыслимые рамки я думаю что деньги найдут любая голодовка у нас дает результат положительный ну честно говоря мне кажется что это несколько такая оптимистическая оценка потому что как мы видим голодовка сенцова уже больше 70 дней продолжается и как это вот результатов пока что она не дала но посмотрим как поможет голодовка шахтер надо отметить что вообще шахтеры голодают уже не первый раз в мае 2017 года рабочие отказались покидать шахту из-за задержек зарплаты и оставались под землей вплоть до встречи с губернатором забайкальского края наталья ждановой в сентябре 2017 вот точно также за задержек зарплаты 50 шахтеров провели голодовку и после этих событий стало известно что рудник сменил владельца южурал золото продала свои акции все сто процентов уставного капитала у ооо доросунский рудник но к сожалению вот эта вот перемена владельца она никак не отре не отразилась на регулярности выплаты заработной платы шахтерам вообще честно говоря удивительная сторона россии вот как это так находятся деньги на то чтобы провести международные игры в мяч и при этом нету денег на выплату зарплаты шахтерам и на выплату пенсий и о победе москвичам удалось победить наконец-то и остановить незаконную застройку на улице кравченко 16 я напомню историю дело в том что застройщик решил построить так называемый учительский дом на месте спортивной детской площадки и столкнуть тем самым учителей которым вообще-то дом был нужен и местных жителей которых отнимали детскую площадку ну понятное дело что москва город большой можно найти еще места где учителей по поместить и москвичи встали насмерть за свою детскую площадку и вот то как они себя вели защищая кравченко 16 ребята это должно войти вообще в энциклопедии в хрестоматии все кто пытается защитить свою землю от застройки пожалуйста посмотрите опыт защитников кравченко 16 совершенно классическая работа значит компания была организована очень эффективно и системно люди ввели себя просто как настоящие партизаны патриоты ну прежде всего конечно они развернули огромную компанию собирали подписи относили их в аппарат президента оккупировали там генпрокуратуру своими жалобами и своими посланиями многочисленными обращались в мэрию неоднократно то есть вся вот эта вот письменная работа была сделана кроме этого они установили круглосуточное дежурство причем в какой момент в момент когда забор уже застройщиком был возведен обычно на этой стадии люди опускают руки и говорят что ну ничего сделать нельзя ну значит так тому и быть значит будет у нас тут место детской площадки вот это вот махина там сорока этажная очередная но не такие жители кравченко 16 они установили круглосуточное дежурство они поставили свои машины перед входом на стройку и рабочим пришлось разгружать свои стройматериалы вот буквально над головами у протестующих ну особо отличился константин алтухов его еще называют паркманом который пожертвовал своей газелью белой знаменитой установил ее прямо перед входом на стройку и вот собственно из-за чего все стройматериалы эти плиты они прямо над головой у жителей через забор летали до минуя вот эту вот газель один раз произошла знаменитая история когда его паркмена вместе с его машиной эвакуировали прямо он сидел в этой газели и верхом на этом эвакуаторе высунувшись из этой газели кричал там всякие проклять в адрес застройщика ничего не добился застройщик кроме очередного шумного скандала ну а собственно говоря паркман просто стал героем ну за время противостояния строителей москвичей против жителей применялись все виды давления и угроз и полицейские угрозы были жители избивали этнические преступные группировки всевозможные эти казачьи войска там это хулиганствующая молодежь и так далее но жители не сдались они не боялись не отступали и в результате протест дал отличнейший результат 17 июля комитет по реализации инвестиционных проектов строительстве при правительстве москвы официально заявил что застройки не будет ну то что сейчас происходит в россии дает мне право утверждать что бороться мы учимся а побеждать уже умеем а а